Ежемесячно учителя основ религиозных культур и светской этики встречаются в разных школах округа. В начале учебного года они уже прошли курсы, после которых получили право обучать детей новому предмету. Но сами педагоги признаются, что полученных знаний недостаточно. Сюжеты Ветхого Завета во многом сложны, во многом незнакомы нам. А как это подать четвероклассникам, в какой форме это подать, какой объём материала, какой акцент сделать, как это сделать, соответственно, возраст у ребёнка. Здесь требуется особое сопровождение. В школах округа родители выбрали модуль «Основы православной культуры». По специально разработанным учебникам на занятиях школьники узнают о развитии христианства. Но задача учителя – не проповедовать одну из мировых религий, а использовать культурологический подход в работе. Изучение этого предмета должно реализовать новый стандарт образования – нравственное воспитание детей. Дети очень хорошо понимают, что такое заповеди, самые основные. Но нужно привести примеры. И вот что дети больше всего любят – они любят приводить примеры своего жизненного опыта. И это говорит о том, что предмет находит отражение в жизни ребёнка. Изучать новый предмет школьники начинают с четвёртого класса. Ведут его учителя начальных классов или истории и общества знания. Как показывает практика, специфика предмета требует особого мастерства от педагогов. «Такой предмет, как основа религиозной культуры, он не должен, на мой взгляд, охватывать всех. Он должен проводиться, лично я так считаю, факультативно, потому что я на своём уроке, безусловно, не могу всех заинтересовать». Каждый семинар для учителей – не просто лекция. Новые методы они демонстрируют на открытых уроках. Опыт и совместные решения вопросов помогут найти оптимальный способ подачи материала. Наталья Зайцева, Александр Синельников, Телемикс.